Боян сегодня у нас в гостях высокоплачиваемый безработный и непризнанная икона стиля бренд амбассадор я не знаю что это такое еще он постоянно куда-то летает бизнес-классом и говорят бесплатно говорят бесплатно но я думаю что все таки нет зная его ну и наверное основная причина почему летать именно бизнес-классом он просто не помещается в эконом сейчас мы об этом узнаем добрый вечер вы смотрите sky studio с вами вновь баяна синтаева динара саджан и наш сегодняшний гость специалист по пиару алишер или каев здравствуйте лишь можно дотянуться можно дотянуться до него присаживай алишер собственно почему вас пригласили в гости потому что мы с баян тоже хотели бы летать бизнесом бесплатно по всему миру как это делаете бы отлично ну если мы развеиваем слухи то я не всегда летаю бесплатно если я путешествую с семьей то это всегда за мой счет я сам оплачиваю путешествие бизнес-классами как баян правильно заметила мой рост составляет 2 метра 2 сантиметра и поэтому я просто с трудом помещаюсь бизнес-классе и ой в эконом-классе и мешаю бортпроводникам остальным пассажирам передвигаться по салону но вы мне кажется первые вообще пиарщик у нас казахстане который сумел выстроить правильное отношение с авиакомпаниями за мои путешествия не платят авиакомпании вам часто предоставляют обреты до предоставляют достаточно часто но это потому что я налетал на определенную карту до которая дает такую возможность тестируете кухню тестируете самолеты и летите в европу и это за чей счет обычно приглашает какой-либо бренд мне сказали нельзя называть бренды да потому что как бы за все это надо платить но это обычно в мировые сети отелей обычно это крупные международные компании обычно это если это астана алмата то это чаще всего государственные органы либо национальные компании которые приглашают меня для тренингов либо для чего-то еще вот для чего-то еще для чего это частные консультации когда ты оказываешь помощь в продвижении имиджа либо в продвижении какого-то события вот то есть ты оказываешь консультационные услуги это то он в принципе на чем я зарабатываю на жизнь сейчас сейчас всегда мне кажется ну последние несколько лет скажем так вот что вы можете наконсультировать чиновнику например то есть чиновник приглашает вас до встану оплачивает за счет государства так понимаю да вашу консультацию чиновники я сильно сказал наверное больше национальной компании потому что в 90 процентов случаев это именно они а что они хотят от вас то есть последние несколько лет очень в тренде именно интернет то есть они хотят знать как себя там вести что там делать нужно ли им выходить или не нужно им туда выходить вот это то что кажется вам достаточно простым там там воян динаре им не кажется совершенно простым потому что они каждое утро раньше начинали с казахстанской правдой сейчас тренды немножко меняются да и сейчас более важно что тебе пишут в интернете нежели что пишет тебе казахстанская правда кого вам удалось убедить что нужно быть открытым а нет такой задачи убедить человека быть открытым и чаще всего я не рекомендую этим людям выходить в интернет все зависит от запросов то есть в прошлом году их было примерно там 10-15 этих лекций да то есть и каждая из них она была индивидуально под клиент разработана вот самый актуальный вопрос чиновника да там чаще всего нужно ли нам идти в интернет да то есть нужно ли мне открывать там персональную страницу в фейсбуке да то есть кто будет писать эти посты если я открою эту страницу да то есть часто бывает такое что руководящий состав компании просто берет меня и мы там уезжаем за город в какой-то пансионат да то есть я целый день их тренирую рассказываю о том как что делать как выступать стоит ли этого делать там как отвечать на нападки стоит ли отвечать на нападки то есть как себя вести кто в компании должен это отвечать брать ли еще людей в компанию нужен ли отдельный специалист или справиться с сотрудники пресс-службы то есть их этих вопросов очень много ты сам все это знаешь я достаточно такой не конфликтный я абсолютно а тут ты знаешь как правильно отвечать на нападки на тебя собственно никто никогда не нападал нет на меня достаточно много нападают конечно нет я читаю комментарии к вашим постам не так много как вам конечно вот но тем не менее да то есть как бы я часто с этим сталкиваюсь но я начал сталкиваться с этим гораздо раньше вот я горжусь тем что я был одним из первых людей которые уговаривал баян выйти в интернет звонил ей и говорил что это я баян да но это было задолго до твиттера а да ты меня почему-то не не убедила вот национальной компании компании убеждаешь а меня своего друга и коллегу почему-то как-то не убедил очень мягко все это было ситуация следующая была то есть я ждал когда ты выбросишь свой верту вот и тебя появится нормальный смартфон с функциями где можно будет пользоваться и фейсбуком и твиттером и инстаграмом и все остальным то есть просто настал момент когда ты пришла туда ну то есть я просто дождался того момента альшир а почему вы советуете нашим чиновникам руководителям нацкомпании быть закрытыми то есть почему вы говорите не надо идти в открытый интернет вы же понимаете что нельзя выйти ненадолго в сеть то есть если ты вышел ты должен отвечать на вопросы когда я вижу что человек не готов к этому да то есть для него очень важно может быть готов к должности например там к посту министра да но не может быть готовым выйти вот на публику из ответить на вопросы простых граждан как это вот здесь готов а здесь не готов людей очень часто и некоторым звездам тоже не рекомендуется выходить там в социальной сети просто потому что они весь миф о себе рушат то есть они ведут себя не так как стоит вести везде то то есть к примеру многие очень сильно разочаровались там в живом журнале там господина лукьяненко да то есть потому что он совершенно по-другому себя вел или там госпожа ваенга да которая начала вести там twitter свой да то есть все увидели что она очень безграмотная да что у нас совершает очень много ошибок может быть не стоило этого делать последний скандал который был связан с михаилом галустьяном да когда он удалил все свои аккаунты социальных сетей то есть звезде либо чиновнику либо любому общественному деятелю надо трижды подумать то есть ты не заходишь в сеть ненадолго то есть ты гораздо сложнее потом оттуда выйти красиво прийти можно за столько лет ты по-моему мало кого убедил вообще выходить социальной сети да нет я у меня не было задачи опять же говорю убеждать их мне важно было чтобы они понимали что там происходит и в этом отношении я преуспел ну то есть как бы как я смотрю в том что я преуспел эти люди 90 процентов случаев ко мне возвращаются уже за новой порции советов за том что я обучил новых сотрудников то есть и это говорит о том что в принципе я там остаюсь востребованным как тренер а мы с динарой правильно ведем свои страницы но на мой взгляд ты иногда очень сильно акцентируешь там внимание на тех вещах на которых не стоит переживать ну то есть нужно просто через это пройти и все остальное там почему-то ты не появилась на свадьбе у своей там девушки да я простите не знаю потому что мне позвонила 7 каналов за не важно то есть такие вещи нужно игнорировать я думаю что на мой взгляд да иногда вот прямо как бы видно что ты сильно раздражена то есть публика не любит этого публика она же съедает любое вот эту вещь и не на самом деле не сильно интересно и важно чтобы у тебя в жизни были неприятности да там чтобы у тебя тоже было не все хорошо да то есть публика по большому счету она очень жестоко потому что у нее нет никаких перед тобой обязательств да поэтому нужно просто сохранять реноме то есть когда там девушка пишет динаре там в комментариях типа мне бы вашу там красивую жизнь да я ну как бы моя жена говорит откуда она знает что у динары настолько красивая жизнь да то есть откуда она знает что у нее нет никаких забот хохот и всего остального то есть как бы нужно же понимать что это вот ну как бы завеса это игра в которую мы все играем то есть поэтому иногда мне кажется ты чересчур эмоционально все воспринимать а я все-таки более сдержанно да у вас все-таки более гламурный instagram спасибо это комплимент спасибо тебе мне кажется вот сейчас instagram самая популярная социальная сеть в казахстане facebook это больше для интеллектуалов instagram сегодня сегодняшний день я думаю что по инстаграму боям можно понять сколько всего человек вообще сегодня в казахстане в инстаграме это около миллиона да но тем не менее instagram вот среди наших казахстанских ну скажем известных там политиков чиновников кроме ирлана карина кроме гони косымова но он уже тоже не не сенатор да никто еще у нас рейнбек баталов у нас был в гостях он бизнес до арманджам байтасов тоже бизнес и в принципе как бы все я кроме ирлана никого не фоллю из них поэтому сказать ничего не могу то есть по большому счету инстаграм он немножко не о том то есть это очень хорошая социальная сеть она очень красивая мне очень нравится ваши фотографии до любоваться ими с утра вот мне но она как вы правильно сказали она немножко пустовато да то есть там нет мало о чем можно подумать мало чем можно понять можно понять можно делать какие-то выводы картину общую чтобы составить конечно instagram нужен но для того чтобы размышлять как бы поговорить с людьми о ситуации политической стране да там о том что происходит в обществе нужно зайти в фейсбук все-таки нужен фейсбук то если бы оценивался только инстаграм то в казахстанских социальных сетях то есть там системы которые анализируют все аккаунты да то есть они выставляют там номер один номер два номер три они больше считают по фейсбуку это авторитетность я слышала о том что у многих страницы профайлы да в фейсбуке на самом деле там работает то есть человек реальный а за ним работает просто команда пресс-службы пресс-службы да то есть пресс-служба может быть это нанятые консультанты до которые сидят и с утра до вечера то есть чек закидывает тему они на эту тему пишут но это же не честно не честно ну вы же когда читали раньше интервью людей вы же понимали что за них тоже кто-то работает всегда часто ну часто то есть и не всегда в интернете пишут я пишу свои посты сам я уверен что айдан карибжанов пишет сам свои посты вы уверены я на 99 процентов уверен что он сам пишет ну то есть я один процент оставляю и только что посеяли этот один процент он может так красиво писать там я не знаю я журналист не всегда красиво пишу можем могу совершать ошибки и не там запятую поставить да но когда человек в день по два-три поста выдает и каждый раз такие посты интересные захватывающие и думаешь господи какой человек разносторонний вам не дождешь в голову что он просто умный то есть такое бывает то есть в россии да то есть если посмотреть кого я читаю из блогеров да там есть летчик легкая то есть он летчик ну хорошо пишет о том как он летает по миру как это действительно интересно да там есть сантехник да есть помощник режиссера да то есть невероятно интересные блоги к сожалению она сейчас уже не пишет почему-то не могу понять но тем не менее это не профессиональные журналисты то есть профессиональные журналисты они знают законы жанра но эти законы они не сложные если начать писать то есть в принципе десять тысяч часов говорят надо потратить на любое дело чтобы заниматься им хорошо ну хорошо на это нужно иметь время так откуда у айдана карибжанова столько времени ну я думаю что он заработал достаточное количество денег и он путешествует по миру почему бы и не писать я думаю что я уверена что каждый интересный блогер нашем фейсбуке казахстанском то есть они все пишут сами жомар тиртаев тоже сам писал да жомар точно сам писал ну то есть жомар там мы общаемся я знаю его мысли я знаю те вещи которые он переживает и я сто процентов уверен что как бы он писал сам да более того у меня там были рукописи его рассказов до которые он сам писал и он делает это задолго до появления интернет как так получилось вот буквально год назад я задавала тебе вопрос если ты уйдешь из vox populi как останется без тебя команд сказал да все будет замечательно ровно так же как и со мной ничего не поменяется то есть я примерно понимала что ты говорил неправду тогда и ты обманул и себя и меня на тот момент и ты действительно ушел оттуда или возможно тебя ушли оттуда как бы этот вопрос первый да и за тобой ушли люди я ушел и совершенно другие ответы мы сейчас получим на себя ну нет вы получите же самые ответы то есть я ушел сам я не хотел чтобы кто-то за мной уходил ну потому что мне как бы я не мог гарантировать людям заработную плату я у меня не было там параллельного проекта куда я мог бы всех перетащить то есть не один из тех кто уходил со мной не работает со мной да то есть они все работают по рынку они очень роста водные очень дороги дорогие чего они ушли за тобой ну а не потому что посчитали что у раз ушел я то им тоже делать нечего а там поэтому это год назад говорил что ничего не поменяется нет ничего не поменяется если бы они остались то здесь нужно понять что я их уговаривал остаться то есть потому что я никаких гарантий людям давать не мог да то есть а у них у всех семьи это то есть им надо было жить на что-то и я действительно всем говорил ребят оставайтесь пожалуйста здесь у вас есть хотя бы заработная плата да то есть здесь вы проект и вы его сохраните в таком виде какой я его создавал а почему ты ушел я слышала что после того как ты ушел с мостопуля ты также ушел с мега смене ну наверное это как-то связано между собой то есть связано с тем что там кому-то захотелось чтобы я оказался там самым высокооплачиваем безработным в этой стране то есть инвестору voxpop или не понравилось то что вы ушли из проекта не знаю ну кому бы это понравилось наверное не по ну он же понимал что вы будете работать не до пенсии я не знаю честно говоря ну то есть я не знаю какие мысли там у них там ходили да то есть то есть был конфликт конфликта не было я пожал руку и ушел со всеми хорошо ничего страшного живем то есть у я думаю что в принципе там в каждом ты влиятельный такую ситуацию ну окей хорошо что еще в смысле ну я же никому зла своей жизни не делал там баян подтвердит то есть я всегда был милым ребенком который всем всегда улыбался вот и я как так случилось что что твоя улыбка не так сильно не помогло вот то есть не все через улыбку видимо ну это был что профессиональный какой-то ну как бы какая твоя ошибка скажу так может быть ты отказался опубликовать нет ни об одном своем поступке за прошлый год я не стесняюсь мне не стыдно если бы все повторилось так как случилось все бы случилось ровно так нет а почему ушли надоело ну фактически как бы я же говорил о том что я умею покидать вечеринки да то есть до того момента пока они мне наскучат да то есть я чувствовал что этот период наступает как бы и как бы потом все обязательства перед инвесторами я выполнил я создал успешный проект я вернул все деньги инвестированные в проект как бы мы зарабатывали на рекламе поэтому я подумал почему я могу быть свободен ушли до того как проект стал менее популярным конечно ну да то есть вы чувствовали что он будет терять позиции на рынке он бы сохранял позиции достаточно долго и я думаю что надо шаг я все еще там верю в то что редакция нынешняя справится с этим но судя по сегодняшней ситуации не справляется но я ничего не могу по этому поводу сказать это такая страница которую мы уже перевернули то есть первое время там в отцапе да то есть редакция постоянно мне писала что-то об этом я говорю мальчишки девчонки давайте забудем уже да то есть давайте уже двигаться дальше да давайте жить как бы вы все вы получали 100 тысяч тенге да на vox populi то есть сейчас вы получаете 400 да то есть ну радуйтесь этому событию да вы получали 150 сейчас вам полмиллиона платят да то есть vox сыграл определяющую роль для них я раскрутил эти имена они востребованы на рынке и там рынок очень быстро их разобрал себе то есть как бы такие люди которых я собрал в команде они там не валяются а а почему сейчас за тебя война не идет почему ты оказался безработным ты сам сказал я безработный нет я за меня война она как бы может быть пойдет может быть не пойдет может быть ко мне бояться подойти да то есть ну потому что считается что я дорогой специалист вот может развить этот слух дорогой или нет я не дорогой то есть я принципиально работаю только с проектами которые мне нравятся это вопрос главный если проект мне нравится и я занимаюсь этим то я недорогой если я меня заставляют делать то что мне не нравится но я умею это делать я буду самым дорогим есть часто такое что вот мы хотим клишера и все вот в тренингах да то есть я же один из самых дорогих тренеров то есть наверное самый дорогой один тренинг от алишера или паева сколько стоит но самый дорогой в прошлом году стоил 2 и 3 миллиона тенге 2 2 2 миллиона 300 тысяч тенге это что один день это один день а что за какую информацию можно за 2 миллиона 300 тысяч тенге купить ну там там в принципе это там много чего было то есть там был и соведущий очень дорогой да там которого я сам привлекал там были там не условия по которым как вам удается так себя дорого продавать скажи дорого да я просто даже мы с баян так не можем себя продать на концерты ну ты только за себя говорю я знаю что баян однажды за 10 тысяч купили это был один раз она обманывает на самом деле за 20 это не просто встать выйти и отвезти полтора часа хотя я понимаю что это тоже труд да то есть это ты там с утра до вечера то есть находишься в аудитории с высокопоставленными людьми до которых тебе надо быстро натренировать к чему-то да то есть и которые должны еще и довольными выйти а про сейчас говорим о том как правильно вести и социальную страницу 3 3 3 был именно по публичным выступлением то есть люди хотели знать как выступать на публике как давать интервью телеканала вот как на каверзные вопросы динары саджан отвечает вообще интересно у тебя же нет диплома по проведению тренингов да то есть мы приглашаем какого-то специалиста да вот он закончил оксфорд да он закончил гарвард да его можно послушать а тут алишер елибаев который вместе со мной работал на телеканале закончил казгу и сейчас вот большие люди обращаются и почему они так доверяют потому что этот факт доверия то есть бы грант есть вполне конкретные там проекты которые я вел и которые были достаточно успешные которых они слышали да то есть это же часто такая информация которая из уст уста просто передается вот и они как-то слышали наверное еще секрет в том что именно алишер элипаев спозиционировал себя на нашем рынке вот именно в качестве такого специалиста у нас же нет больше специалистов и это на самом деле тренинги которые я читаю их читают от 70 тысяч тенге ну то есть я знаю ребят которые читают они немало известны они нормально известны просто они сами соглашаются на эту сумму да то есть вы себя любите больше я обожаю себя да то есть я не полючу экономом да то есть на если меня хотят видеть если хотят чтобы я один провел без ведущего то это будет дороже всегда потому что у меня устает рот говорить там целый день да там если они хотят что же капризный я очень капризный если они хотят чтобы это произошло в выходной день когда я должен оставить семью да там в амате это будет еще дороже стоить да то есть если у меня на эти даты назначены что-то другое что я могу в принципе отменить тогда это будет еще дороже стоит там все в принципе от факторов зависит как происходит твоя оценка твоей личности профессиональной личности скажу так оценка мною себя да 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 тобою себя да я просто беру факты да вот сегодня я оставил жену это вам дороже где в караганде это еще дороже я так как бы да ассоциативно мысли в данный момент для примера ты так говоришь как будто вот ты сам себе назначаешь цену хотите так будет арены формируют но хотите в тем не менее ты почему-то самый дорогой специалист ты как ориентируешься рыночные цены есть понятия самый дорогой да то есть ну на самом деле так то есть если вы вмешиваетесь мою там личную жизнь то это будет стоить дороже ну просто потому что я ценю эти минуты проведенные семьей потому что я мало времени провожу то есть вы всегда зарабатываете мозгами а по-другому не умею я не приспособлен к физическому труду ну то есть к сожалению я дома даже лампочку крутить не могу это правда зато по моему супруга хорошо вкручивать вкручивает лампочки у меня супруга очень самостоятельно я и учу быть самостоятельно смысле когда-то и женского я дорогая ничего делать не умею нет это лампочки сучивать не буду пришел постепенно то есть она что и молоток может взять и пока не думает нет конечно то есть такие вещи мы не заставляем делать и уж кстати алишер не любит разговаривать личной жизни почему него такая симпатичная я вижу я не знаю супруга да я про и он эту тему вообще закрывает я про хочется услышать я брала интервью алишера до свадьбы алишер тогда ну прям не знаю маленькую порцию дал по моему информации о том что да он встречается с девушкой много лет но тем не менее он соцсети она в соцсети да и сейчас уже по-моему это не секрет в общем впрочем секретов нет и тем не менее ты обсуждение то которое я даю о своей супруге и которые она дает о нашей жизни она дозируется нами когда об этом интересуется в эфире республиканского канала баяна синтаева либо динара саджан это уже никак не регулируется нами да то есть мы вынуждены отвечать на вопросы о нас мою супругу тоже часто очень донимают вопросами просят интервью и все остальное я запрещаю все интервью почему то есть ну просто потому что я как бы считаю что личное должно все-таки оставаться личным да то есть правда что алишер эльфаев создал миф о себе что вот он такой востребованный что он такой дорогой и благодаря тому что вот он сам в это поверил в это начали верить все остальные и вы действительно стали за счет этого благодаря этому мифу вы стали самым дорогостоящим специалистом по пиару на казахстанском рынке я не считаю себя самым дорогостоящим на пиар рынке потому что я знаю людей которые зарабатывают гораздо больше меня там поприще вот я могу сказать что никаких мифов там я не создавал я правда живу как я живу то есть просто все что вплетается нормально в мою жизнь она проходит рядом со мной я являюсь там представителем бренд амбассадоров смартфонов то есть я этим смартфоном пользовался задолго до этого то есть если я снимаюсь в рекламе там мобильного оператора да то я этим мобильным оператором 10 лет пользовался если я там становлюсь лицом там багажа чемоданов да это потому что я летаю чаще многих в этой стране и пользуюсь этим же багажом на протяжении там последних пяти шести лет мы все летаем почему же они к нам не обращаются ну это вопрос такой да то есть я могу вас проконсультировать как это делать но на самом деле давай скинемся здесь нужно понять что как бы это сейчас такое время тренда то есть я такой калиф на час я думаю что через некоторое время всем уже надоем да то есть это вы говорили три года назад на программе статус-кво и до сих пор я остаюсь калифом на час как пиар-специалист я был востребован задолго до эпохи инстаграма задолго до эпохи интернета то есть я был хорошим пиар-специалистом правда хотя вы в казгу учились на журналиста да но я закончил магистратуру по пиар в тимэпе то есть чтобы просто расставить там все как бы я был как пиарщик был востребован еще тогда в эпоху до интернет вот и как пиар-специалист я даже когда подписываете договоры они разглашение я не имею права очень многих вещей рассказывать те проекты которые я веду понимаете то есть ну как на чем реально зарабатываются достаточно большие деньги вот я не имею права об этом рассказывать да то есть и эти проекты они не всегда связаны с интернетом как бы часть как бы того что меня продает это там вот инстаграм фейсбук за то что я пишу там и для рассказывая себе это правда вот сейчас вы рассказываете о той части которую я рассказываю на публике а ту часть вот начиная тренингов и заканчивая там инфраструктурными какими-то проектами там консультациями которые я веду они же остаются в тени вот но люди друг другу передают они говорят это неплохой парень он нам вот это сделал вот этот неплохой парень он нам сделал дорого да но хорошо лишь у нас принято если человек хорошо зарабатывает если если он высокоплачиваемый до самые высокоплачиваемые то он и живет очень хорошо и вы машина хорошая и квартира большая возможно дом вот последнее интервью которое я читала давали интервью вы ваш младший брат и ваш старший брат я прочитала там одну интересную фразу так где вы говорите что вы продали свою машину два дважды продавали свою машину чтобы оплатить обучение своего младшего брата в швейцарии и что вы до сих пор без машины а как так высокоплачиваемый специалист без машины на такси передвигается нет у меня есть служебный автомобиль а служебный то есть вы не нуждает у меня нет служебного я безработный да но фактически у меня есть помощник который уже несколько лет возит меня потому что я не люблю сидеть за рулем мы я не получаю ощущение удовольствия от того что я нахожусь за рулем то есть у вас нет автомобиля только потому что вы в нем не нуждаетесь у меня нет автомобиля просто потому что мне не нужен потому что я не испытываю кайфа от вождение стояния в пробках и всего остального а как же остальные казахские мужчины которые испытывают удовольствие того что у них в паркинге стоит астон мартин но да он не выезжает в нем на восстание нигде и бентли но он у него есть я принципиально отличаюсь от большинства казахстанских мужчин вот и меня это радует и я надеюсь что я там нормально разговариваю с людьми я там пропагандирую вежливость я пропагандирую нормальную культуру стиля да я пропагандирую какие-то такие общечеловеческие ценности которые к сожалению когда ты выходишь на улицу ты сталкиваешься совершенно с обратными явлениями а что хорошая машина в паркинге хорошая машина это это никак относится никак не относится к вежливому мужчину к сожалению как бы люди на дорогах себя ведут очень плохо вот и дорогая машина это чаще всего еще и возможность себя вести плохо вот на дороге и чтобы тебе уступали чтобы ты мог там проехать куда другие не могут проехать мне кажется преувеличиваю я безусловно не наблюдала бентли который толкался там сплевался сегодня бентли на улицах астаны как он себя вел отвратительно отвратительно вообще ни разу бентли не видела в астане да вот потому что они покрыты грязью полностью вот как и все в астане то есть ты не хочешь себе не хорошую машину не шикарный дом ты считаешь что вот достаточно человеку то у меня отец тоже такой мне не нужны деньги мне достаточно вот хлеб крыши над головой такой человек он если космически он пишет песни он пишет стихи он изучать экологию вот ты не очень как вообще к быту быту не очень важен угол в которой я возвращаюсь домой да то есть мне очень важно как бы машина на которой я езжу но я думаю что хорошая машина должна быть моего помощника то есть и там вот и все а сколько вы платите своему помощнику вместе я не знаю наверно это коммерческой тайной вопрос хорошо платите то есть мне вот интересно жадный не жадный лишь я не жадный до денег я никогда не был жадным то есть как бы до момента пока я не ушел из миги и вокс попули у меня не было ни одного депозита и вообще не боти то есть я все всегда там тратил вот сейчас немножко другая ситуация на свою супругу на ребенка на маму на папу на братьев на друзей там на вот как бы я вплоть до гардероба друзьям как вот здесь мне не нравится вот на тебе как свитер сидит я пошел купил другу свитер кстати чего ты за что-то иконы стиль я не взял вот и сейчас уже утверждаешь мне не нравится свитер моего друга да вот эти сто лет знаю я чуть не могу припомнить что мне очень понравился твой внешний вид тебе не нравится как я выгляжу выдержанно обычно иконой стиля назвать себя никак не могу ну вот читает твои посты вот джорджи армани полностью на вас обиделся джорджи армани да а носочки такие веселые да я смотрю вот на самом деле как бы что касается там иконы стиля это же не более чем прикол я смотрю да как там как бы какая там реклама когда люди говорят о себе там многие называют меня иконы стиля или там там я всемирно известный художник да то есть когда люди сами себе вот эти вот звания поставят и все остальное то есть для меня это вопрос просто прикола вот это конечно то есть и если вы читаете мои посты вы понимаете что очень часто я иронизирую да то есть я очень рад что вы эту иронию улавливаете потому что огромное количество людей она не понимает так что я на самом деле шучу да то есть и для этого надо там следить за мной там достаточно большое количество времени чтобы понять что я просто шучу так что я просто прикалываю достаточно интенсивно до шутишь да ну потому что я выбираю какие там открывают там своем инстаграме какие-то рубрики да то есть чтобы ну мне трудно соперничать по красоте с вами да то есть вот я некрасивый да ну ничего страшного зато я могу чувством юмора взять вот и все ну то есть вы боретесь да за это внимание за какое за внимание публику да я давно не рекомендовала в инстаграме порекомендуй меня пожалуйста пусть у меня будет чуть побольше станет фоллоу и вы тоже очень многие просят очень многие я действительно мне тяжело потому что мне ежедневно приходят различные посты это мой инстаграм почему я должна выкладывать его фотографии я не понимаю зачем людям фолловеры я никогда не боролась за их количество больше фоллоу зачем я не борюсь за них но когда ты смотришь что у баян их там 800 да а у тебя там 14000 ты думаешь что единственная я же не признаете инстаграм я же все-таки икона стиля хоть и непризнанная да то есть значит моя миссия а за себе не нравится как одеваться наши мужчины нет абсолютно а что ты общаешься с руководителями национальных компаний с их они-то одеты с иголочками да то есть как раз таки не всегда но по большому счету бизнесмены у нас очень хорошо одеваются и чиновники обратите внимание на наш чиновник канат бузумбаев чего только стоит его сумочка луи виттон ну вы понимаете что эта сумочка была с фирменным принтом что в принципе уже ужасно носить вещи с фирменным принтом это отвратительно да то есть канат бузумбаев не иконостей я ничего не буду про каната бузумбаева говорить я просто имею ввиду что не надо себя выдавать да то есть дорого это не всегда означает что вот вот все кричаще на вас дорого то есть на мой взгляд это глупость да то есть я не очень люблю там когда светят лейблами да там когда там фирменные принты используются у нас большинство чиновников они очень скучно одеваются потому что они используют там пять брендов да там хита китон ползели рейдами жильда зене я там и и все и они видят тотал лук полностью одеваются да то есть не дай бог зайти в h&m там купить себе там что-нибудь да то есть это большие глупости то есть я пропагандирую такой стиль когда ты можешь как бы там смешивать достаточно дорогие бренды с достаточно демократичными то есть и в этом нет ничего страшного вот я там в своем у совету никто не последует абсолютно ни один else чего идет помимо verschiedene они не читают мой инстаграм до то есть вы же консультируете я по одежде не консультирует то есть это просто степ да то есть это такое просто вот тем не менее у тебя абсолютно ясное видень возник должен выглядеть даже разлаги выглядели казахстанских чиновников начиная с одежды заканчивая вот как он себя должен позиционировать каким он должен быть то есть он не должен выглядеть больше своей заработной платы на все чиновники выглядят гораздо больше чем они получают то есть это тут же вопрос о коррупции до возникает вот то есть есть как бы вполне нормальные демократичные бренды которые можно себе позволить и выглядеть при этом не хорошо у нас есть хороший ответ для вас тонербергеем передангаров что-то а там что плохо одевается он одевается согласно согласно своей зарплате он так сказал он даже не зажал он даже так оделся хорошо ладно я как-нибудь взгляну на его гардероб и про инспектирую я надеюсь он меня допустит потому что мы с ним тоже достаточно давно знакомы делаете рекламу когда вам дарят например брюки или кофточку я сам купил эти брюки нет работаете по бартеру за бартеру по бартеру стараюсь не работать здесь нужно понять что мы же в казахстане живем и здесь друзья вот если друзьям надо и вот как бы я знаю что вот как бы если друзьям надо и баян приедет я приеду там вы не откажете это казах позвоен то есть вот эта фраза которая разбивается любой там договор то есть вы тоже всегда поддерживаете всех своих друзей друзей да то есть для меня это очень важно и например там было очень приятно что там супруга моего друга печет торты да то есть и раз баян их порекомендовала да то есть как круто да то есть на самом деле попросили об этом бояне просила на сама потом правда удалила тортик замен не получил сначала то почему-то ему принесли конечно шутка конечно шутка мне действительно просто понравилось что девушка на дому все это дело и она сейчас постепенно создается ее поддержать это огромная поддержка это действительно огромная поддержка и вот ты говоришь зачем вот вам мой инстаграм люди для многих сегодня инстаграм это бизнес да и развитие бизнеса фотографы которые меня вчера в эстане фотографировали да то есть по большому счету это очень талантливые ребята но у них нет аудитории понимаешь и мне не жалко с ними поделиться то есть чтобы люди видели их офигенные фотографии да если о них расскажет баян то у них же нереальная аудитория появится и ты тут же даешь им старт они благодарны эти ребята никуда не денутся они там свою вот что вам надо они сделают но вот сейчас на данном этапе жизни там им по 20 по 25 лет они ничего не могут взамен дать но они вырастут я всегда благодарен своим учителям да то есть я там стараюсь их поддерживать во всем чем бы они не занимались вот и не надо думать что все неблагодарные среди них есть достаточно много стратегически мыслите да сейчас я помогу молодому завтра он абсолютно многие люди детей так рожают это моя инвестиция чтобы я в старости там стакан воды не попросил то есть это нормально это нормально мне понравилось вы говорите я пропагандирую вежливость как у нас стране можно пропагандировать вежливость ну у нас достаточно хамовитая страна ну то есть я там ваши комментарии почитать да то есть и понять это да то есть я стараюсь быть вежливым то есть меня очень трудно вывести из себя но как бы что меня выводит из себя это когда ранят моих близких вот тогда я действительно зажигаюсь когда бежать меня я в меньшей степени вот скажем что вы капризный капризный да но это же очень вежливо то есть я отказываю не я никогда не говорю вот нет я просто проговариваю вот все что в договоре прописано я всегда сделаю то есть прилетели вам не дали нормальный номер дали другой номер более скромный то есть вы будете возмущаться скандал понимать недавно была эта ситуация как бы я же алишер эликпаев нет такого не будет никогда не на была ситуация мы приехали в одном городе в отель вот и как бы в номере была кровать которая была короче меня и там была вот такая стенка да то есть вот и нужно было мне в ней как-то уменьшаться вот и я пошел и сказал ну как бы вообще мне будет неудобно спать но я без скандалов без чего просто сказал там организаторам вот они восприняли что сейчас я напишу об этом в инстаграме там опозорю компанию и меня тут же переселили в пятизвездочный отель который находится там чуть дальше до чтобы просто чтобы вот этого всего не было а сам бы я переночевал употребляете вот этим что вот я сейчас напишу пост об этом никогда ну то есть я вообще не понимаю что вот когда там я сижу там и за спиной там люди говорят я напишу плохо о вашем заведении в инстаграме в рубрике какой-нибудь там на фейсбуке реально работает я не видел чтобы кто-то на это покупал сюда чтобы тут же тебя стали вежливо обслуживать тут же там тебе перед как бы переделали еду и все остальное то есть это такая просто обратная связь людская то есть люди там часто этим щеголя вы же тем не менее пишите иногда не очень хорошие скажем отзывы читали мы конечно читал я вообще практически не пишу то есть очень в фейсбуке как вы писали там что-то вам не понравилось кухне не понравилось манты сейчас будут подавать и вы я сказал что мне это нравится будут подавать манты вот то что раньше было это вообще не видите я молчал я молчал вот ровно до того момента пока они не приняли решение подавать манты то есть но сами сотрудники авиакомпании знали о том что мне не нравится хотя это ваши партнеры нету партнерских отношений нету они я плачу сам за авиабилеты я плачу сам за отели часто то есть как бы если это не мероприятие на которое я лечу да то есть если это отдых моей семьи я часто плачу сам в 99 процентах случаев да там вы развеяли наш миф алиша очень часто отдыхаешь я заметил по твоей страничке в одной из популярных мест зон отдыха под алматой и сложилась абсолютная уверенность в том что ты отдыхаешь там бесплатно абсолютно точно я отдыхаю там бесплатно то есть за рекламу в инстаграме нет не за рекламу в инстаграме это реклама в инстаграме это благодарность за организованный отдых ну во-первых там я оставляю там суммы которые соизмеримы с арендой там дома то есть я пользуюсь услугами до его это раз во вторых это друзья то есть как бы это вот поддержка друзей вот и все то есть друзья как бы попросили поддержать они кстати ко мне обращались они пытались два года меня к себе в гости позвать я не соглашался ровно до того момента пока не пришел друг не сказал мне нужно что ты съездил отдохнуть вот и все то есть я сказал хорошо тогда пусть они организовывают отдых для десяти моих друзей на самом деле сколько это правильно да вот звоните скажем ко мне или динаре они действительно ко мне звонили один раз и предлагали мне отдых семьей за страничку в инстаграме я не пошла на эти условия считаю что это вот если я тебе позвонил и сказал слушай я теперь работаю в этом курорте вот ты могла бы просто выходные вот возможно тогда бы я и собрать все то есть нужно понимать что мы все казахи друзья то мы поедем то есть здесь очень важная штука что как бы мы друзьям редко можем отказать друзей мало с годами становится еще тем не менее друзья же зарабатывают на это то есть это бизнес хорошо то есть поддержать их можно то есть вот они начинают да то есть и вот они выходят там на кубами в кризисе и либо они в кризисе то есть от меня не будет вот то есть например у меня в договоре там про бренд амбассадорство да там запрописано что не знаю имею я право ну к примеру да там пишем что у меня там пишет два сообщения в инстаграме в месяц да я пять сделаю но мне не жалко да то есть если все хорошо я сделаю 5 ну просто потому что там я буду до конца бороться чтобы в договоре было указано всего 2 а сделаю 5 ну просто чтобы просто потому что нравится да потому что мне а что такое халява по вашему халява ну вот мне часто пишут там вот и там отдыхаешь на халяву там ты делаешь ну по большому счету как бы никто вот как бы не понимает что как бы когда ты рассказываешь своей аудитории об этом то есть что эта аудитория это есть как бы люди которые этим услугой воспользуются и оплатили и твой отдых в том числе да то есть и эта практика она не новая абсолютно да то есть я путешествую то есть по миру отдыхаю в такой сети таких сетях отелей которые считаются лучшими в мире то есть там это в азиатском тихоокеанском регионе то они относить отелей там европе это носить отелей да то есть и я разговаривая с ними я понимаю что вот там есть сеть отелей которые за 5000 друзей на фейсбуке дает бесплатную ночь это халява или нет да там или я там как бы пребывая в какой-то там ресторан нам накрывают ужин приходит менеджер и говорит я как бы вот это было последний раз португалии да то есть это там ритц карлтон сеть я надеюсь и хотя бы не вырежут да то есть и приходил менеджер от отеля и сказал что я знаю что вы уважаемая персона в вашей стране как бы сегодняшний обед вашу честь да то есть и как бы приносили вино и все остальное то есть халявы или просто приглашение людей да то есть в том чтобы моя аудитория она бы ты об этом отеле узнает о том что я в ней отдыхал да то есть я не знаю ну на мой взгляд это я просто там пользуюсь тем что вот как бы они хотят чтобы я рассказывал об этом я об этом рассказываю то есть я же рассказчик мы с бояна как бы планирует что в нашу программу будут приходить только известные и успешные успешные которых мы будем терзать двух сторон а тут у нас безработный человек с которым мы почти час разговариваем и нам интересно собственно не поддается никакому терзанию не поддают всегда готов ответить на все вопросы но он профессиональный подсказать сам терзальщик алишер спасибо большое спасибо что прилетели к нам в астану наш официальный спонсор салон мебели люсо дарит подарок подарок не для вас для вашей супруги наверно больше спасибо такой вот подарок замечательный из италии на самом деле всем интересно что внутри да мы не скажем не скажем мебельный гарнитур ну аришер большое спасибо еще раз всегда с тобой интересно всегда познавательно кстати мы частенько с динары получаем мастер-классы вот сейчас получили мы прощаемся с вами дорогие телезрители ровно через неделю конечно не скучайте с нами всегда интересно компания люсо это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей сейчас капеллини тосканова сделаны вручную и по индивидуальному заказу мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества гарантированы европейскими стандартами люсо это роскошь достойная вас и